К вам обращается бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, я это обращение размещаю на ютубе, поэтому, может быть, вы его и вам не доложат, а может, и не доложат. Но суть не в этом, так как меня отключили от вашего журнала, потому что, ну, там вы, так сказать, существо иного порядка, более, так сказать, интеллектуальное, более духовное и так далее. У нас на улице не такие были, откуда вы пришли, поэтому, ну, куда уж нам там. Так вот, вы много сегодня правильно и справедливо говорите о необходимости реформы в системе МВД. Но господин Медведев, господин Путин, вы получили то, что вы хотели получить. Вам не нужна была в 90-е годы прохранительная система. Не вам, не Ельчину, не всему этому окружению она была не нужна. Вы сами делали все, чтобы ее разрушить. Почему? Потому что, ну, вам не нужны были люди, которые бы мешали вам воровать, да? Мешали бы накапливать капиталы миллионные. То есть, вот такие люди, они в той системе, в те годы они не задерживаются. Вы делали все, чтобы их уволить, да? И они увольнялись, пачкины, уходили лучшие люди. Я начинал в системе КГБ служить. Уходили лучшие люди. Талантливые, умные и так далее. И сегодня, оказавшись у края пропасти, в катастрофе, почему? Потому что в стране нет, как это не существует. Правильно, граждане больше боятся, так сказать, милиции, чем или там ФСБ, чем, так сказать, прокуратуры, чем бандиты. Почему? Потому что, ну, те, так сказать, без последних штанов не оставят. А эти, по сути дела, это бизнес. Они все занимаются бизнесом. Но эту систему создали вы, ваше поколение управленцев, так сказать, Медведев и Путин. Вы, так сказать, безобразничали, вы капиталы формировали и так далее. И поэтому вот все ваши высказывания о необходимости реформирования и так далее, они просто звучат колоссальным чинистом. То есть, ну, как может реформировать человек, который сам в 90-е годы, так сказать, наживался, устраивал разворовывание собственности государства и так далее. Поэтому, ну, очень печально мне слушать все то, что вы говорите. Но, тем не менее, вот факт, а следующий факт. Спасибо. Бессловно, спасибо большое.